Сегодня будем говорить на тему, которая, возможно, кому-то будет очень неприятно. Такую тему, как правило, не любят, но тем не менее она есть и она болючая. Это мое личное наблюдение, мое мнение, у вас может быть другое, и это прекрасно. Я приветствую всех. Меня зовут Елена. Я с 2015 года живу в Польше. Летает в воздухе уже такая фраза, как поляки нас уже тут не терпят, не любят, не уважают. Есть какие-то уже, знаете, точки соприкосновения, которые уже не по душе многим. Сильное заявление. Знаете, больше склонна сказать, что в принципе нет плохих или хороших людей. Мы в той или иной мере отражаем свою культуру. Ну и, соответственно, есть, конечно, свои маргиналы, которые вот эту культуру выражают, дай Боже. И потом бытует мнение, что мы все вот такие или сякие, ну и прочее, прочее. Кто в Польше живет, кто сталкивался уже с подобным к себе обращением, то уже понимает, о чем я говорю. Хотя мы с девочками в Инстаграме, кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм, обсуждали эту тему, говорили о том, как относятся поляки, украинцы, как кто друг к другу относится. В принципе, большинство сказали, что к ним относятся всегда прекрасно, они плохих людей не встречали, все хорошо, все хорошо. Ну это замечательно на самом деле. Я вот чисто завидую таким, по-доброму завидую. Мне уже с 2015 года, в принципе, всегда попадались хорошие люди, всегда общение было хорошее, приятное. Знаете, многие даже наоборот, молодцы, какие вы смелые, такие вы вот восхищение свое выражали, в том числе и некоторые подписчики поляки, которые смотрят меня. Но встречаются и другие люди, я вам хочу сказать. Мне-то в последние недели-две, то встречаются, ох-ох-ох, какие люди. Поэтому, знаете, как бы там ни было, надо не забывать, что мы здесь в гостях. И в гостях это значит, ну, вести себя как минимум уважительно к другим людям, которые, конечно, есть разные варианты. Есть люди, которые на голову вылазят и ведут себя по-хамски. Но на хамство, извините, только хамство нужно отвечать, по-другому никак. Я лично столкнулась с такой, знаете, не то чтобы агрессией, я бы это больше назвала как неуважение. Я помню, как мы приехали в 2015 году, как мы по крупицам зарабатывали здесь к себе отношения, были тише воды ниже травы, ну, старались, одним словом, старались для того, чтобы быть, знаете, вот на одной волне, чтобы никому не мешать, чтобы быть максимально-максимально приближенным к этому обществу. Первое, вникали в него, вникали в историю, в культуру, в общение, в отношения. Старались не выделяться. Это, в принципе, нормально. Даже сейчас большинство людей именно так и делают. Это дом, работа, отдых, какие-то свои культурные мероприятия, но это никому не вредит. Их, как правило, не видно и не слышно. Но есть другие люди, которые максимально должны о себе заявить. Последний раз я помню, что вот мне сынок рассказывал, говорит, мама, мы пошли в город, мы с ребятами, поляками общаемся, говорит, и тут у нас группка пацанов, говорит, ну, там человек 10, сколько их там было, может больше. И, говорит, он подходит мужчина и видит, что мы вот реально, ну, как сказать, спортивное телосложение ребят, он подходит и по ломаному польскому начинает, а что вы там делаете, а что вы, кто вы, что вы. А он говорит, ну, мы спортсмены. Говорит, дядя, давай, иди. А что вы там, а что? Он говорит, ну, бокс. И он уже снимает куртку, говорит, давай, давай. Еле стоит на ногах украинец. И он говорит, боже, ну, куда, давай, иди, дядя, оденься, уходи, уходи. То есть есть люди, которые реально ищут себе приключения на свое жопе. Ну вот реально. И вот они как раз-таки потом, знаете, весь этот колорит, все то, что выносят на всеобщее обозрение, и потом какое мнение? Все там украинцы такие, все там другие, все остальные такие. Я думаю, каждый это уже замечал, стыкался с этим. Ну ничего не сделаешь. Что есть, то есть. Рано или поздно они уедут, а мы будем расхлебывать. Ну все как обычно. Я сейчас расплачусь. Я упомянула немножко про неуважение. И, кстати, это неуважение поляков уже к нам. С чего я сделала такой вывод? Я, знаете, как-то была, сняла видеоролик короткий, там буквально секунд 10, это был ролик, знаете, где я написала, я за ценами не успеваю. Потому что реально, раньше приходил в магазин, можно было на 200 злотых скупиться так прилично, а сейчас приходишь 300-400, и в принципе, особенно так, знаете, вот, а что поесть, так и непонятно, что в той корзине. И вот тут какой-то случился аншлаг. Это видео набрало у меня в Фейсбуке бешеное количество просмотров, больше 140 тысяч. Но столько негатива, сколько вылилось, как от наших людей, так и от поляков, и я просто охренела, это мягко говоря. Я сначала, знаете, как-то так отнеслась, думаю, ладно, каждый выражает свою точку зрения, каждая точка зрения имеет право быть. А потом, когда уже количество комментариев зашло за 500, и я открываю, и только-только в рации дощеби, то в шусько-украинцы, то вина украинцев, это, знаете, как мантра, ну хорошо, думаю, какая-то часть ботов. А остальные? Захожу на страничку, дети, семья. Самое прикольное, да, писали люди, которые в ней живут в Польше. То есть поляки, которые живут за границей, и вот они мне выписывали, давай, давай с Польши, дуй отсюда, и всякие такие гадости. Понятно, что, ну, хватает разных людей везде, мы об этом уже говорили. Но я потом, знаете, так, почитала второй раз, третий, так думаю, а с хера ли я должна это все читать и слушать и смотреть? Я сначала отключила уведомления, а потом думаю, нет, это моя жизнь, мой аккаунт, и если я вас туда впустила, то никто не имеет права говорить обо мне плохо. И я решила, что я их всех заблокирую. Блин, я потратила 40 минут, чтобы их поблокировать, реально. Если у них какие-то сложности и какие-то претензии, то пусть они их на своей страничке публикуют и рассказывают, может, могут даже меня процитировать. У меня в профиле, будь то мой Инстаграм, кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм, Телеграм, Ютуб, да любая, абсолютно любая соцсеть, никому не позволю ко мне плохо относиться и плохо отзываться. У вас, может быть, свое мнение, но обзывать, унижать и посылать, но извините, я ведь тоже могу. Так вот, тот зашквар, слава богу, закончился тем, что я поудаляла всех, заблокировала и оставила те комментарии, которые я посчитала нужным. Все остальное, все недовольства, пусть выплескают у себя на странице. Мне лично не надо. Я поделилась тем, что инфляция, что цены растут, и только слепой этого не заметил. Но есть такой момент, что в тех комментариях было очень много подобных комментариев типа «это все вы, это ваша война привела вот к такой инфляции в Польшу». То есть многие поляки считают, что всему виной украинцы. Я бы так сказала, это проблема всего мира. Это не только проблема украинцев. Вообще проблема, это называется Россия. И это только одна проблема, которая есть раковая опухоль на всей планете Земля, я считаю. Как будто вообще мягко выразиться. Блин, трудно без матюков. Нас много тут, и у многих уже закипает одно место. От того, как я часто мне вот это вот пишут «мам вас дождь». Ну, я таких комментаторов тоже «мам дождь». А еще, я, кстати, заметила еще такой момент. Я вот гуляю с собакой, и часто общаюсь с людьми. Многие относятся хорошо. Последний момент, недавно, вот буквально пару дней назад, был такой инцидент на улице, где я встретила одну знакомую, мы с собаками стоим, разговариваем. И получается слово за слово, знаете, вот собаки что-то там, другая собака проходила мимо, они что-то там гавкнули друг к другу. Проходит мужчина. И мне говорит, ну, как бы нам, да, больше обращаясь ко мне, потому что собака у меня же большая, у меня же там, не знаю, убийца-мордерца, говорит мне, типа, собака должна быть на морднике. И я на него посмотрела и говорю, хорошо. И все. И дальше с ним разговариваем. Он ко мне подходит и говорит, мол, ты что, не слышишь? Собака должна быть на морднике. А я думаю, а с хера ли я должна какому-то на улице проходящему рассказывать, где, как моя должна быть собака, и вообще, кто он такой, чтобы делать мне вообще какие-либо замечания. Я знаю свои права, знаю свои обязанности, я знаю, какая у меня собака, я знаю, что ее нету в списке, как бы, грозных рас. Ну, и, соответственно, что должна кому-то толковать это вообще? Вообще, я живу своей жизнью, стою разговаривать со своей знакомой. Какой-то подходит и мне начинает, ты тут должна. И я ему говорю, дядя, иди куда шел. И он мне, ты будешь мне говорить, куда мне идти? Я говорю, а ты мне будешь рассказывать, что мне делать? И он, короче, после того, как я ему так ответила, конечно, он вспомнил все маты. Сразу он вспомнил, куда меня нужно послать, куда мне нужно уезжать и вернуться. И это все средь белого дня на улице, где ходят люди. Но ситуация следующая. В общем, мы постояли, он вот и покричал, мне там факью тыкал. Ну, короче, такое вот, ну, недалекое. И он ушел. Я пошла в одну сторону гулять, моя подружка в другую сторону. И мы вот так вот образно разошлись. Спустя какое-то время я возвращаюсь домой. По пути встретила Евгения, мужа своего. И встретила опять же эту девушку. И мы встретились опять на том же месте. Ну, такая случайность, не случайность, я считаю. И, в общем, мы стоим с ней, разговариваем. Она мне говорит, он меня догнал. Сказал мне, что я на твою подружку напишу заявление в полицию, чтобы ее наказали. Наказали за что? За то, что я стою со своей собакой, и ты ко мне цепляешься? За что? Она такая говорит, ну, так иди, пиши, типа, я-то при чем, да? Но... И она мне это рассказывает. И что вы думаете? Он на велосипеде проезжает мимо. И такой мне говорит, до видзения. Я такая, знаете, так обернулась резко, думаю, это что вообще за звук? Мне эта девушка говорит, так это же он, смотри на велике. Он раза три проехал на велике, туда-обратно, но при этом стоял мой муж. И, соответственно, он уже не был таким героем. Куда геройство делать? Куда уже меня посылать? Уже все, все закончилось, все прошло. Ну, я вам так скажу, они у себя дома, они могут не хотеть, не любить, не навидеть, не уважать. Но мы все люди, и в принципе, я считаю, что обижать никто не имеет права никого, как бы там ни было. Есть буква закона, если тебе что-то не нравится, надо решать таким образом. Но вот так вот на улице просто выкрикивать и высказывать все то, что ты там себе думаешь, потому что вот она тут стоит с собакой, там собаки перегавкнулись, тоже перегибы. Как-то одного старшего поляка я ему задала вопрос, как насчет немцев? Они тут приезжают на экскурсии, сюда приходят, ходят по Вроцлаву, говорят, это наш город. Говорю, а вы так спокойно реагируете, все нормально. Говорю, а что происходит, что поменялось? Знаете, что мне сказал? Ну, бо, вешцо, бо, то немцы, ну, то еж поважны паны. Я говорю, бокасы маем, да? Они, да? Ну, это уже, знаете, пожонтные паны, они уже такие вот супер-пуперы, они с деньгами, вот мы их любим и уважаем. Я говорю, правильно, а украинцы, кто голота? Понимаете, в чем прикол? И вот, вот это вот неуважение, потому что у тебя нет денег, соответственно, ну, ты, извините, в рации до щебе. А немцы это тут, поважные паны. Вот так, и мне ответил пожилой один поляк. Ну, в общем, смотришь, и, честно, иной раз поражаешься, не знаешь, куда этот мир катится. Наверное, сейчас везде плохо, везде не так хорошо, как хотелось бы, не так комфортно, как хотелось бы всем. Везде есть недовольные, везде эти, извините, лица, которым кому-то что-то не нравится. Вот, может быть, и я в том числе, да, но я всегда стараюсь все по максимуму сгладить. Я не хочу конфликтных ситуаций, я не хочу с кем-то чего-то выяснять, кто плохой, кто хороший, кто никак посмотрел. Я знаю только одно, я могу говорить только за себя, за свои отношения. Других я исправить не могу, сказать им, как жить, как думать. Я тоже не могу, в принципе, никто никому не указ. Знаете, такое вот, может быть, подсумывание, суммируем этот разговор, возможно, длинное видео получилось у меня, эмоции у меня тоже немножко подкипели. Приезжая в эту страну, да и в любую другую, собственно говоря, надо, как минимум, сохранить человечность, уважать друг друга, уважать культуру и традиции этой страны, изучить язык, потому что я столько раз сталкиваюсь на кассе, когда вот стоит это самое, да, вот и какие-нибудь сигареты и орёт. И она спрашивает там, небеские, червоны, да, а она говорит, синие, синие, что не понимаешь, синие. Я говорю, думаю, бля, ой, я думаю, ну скрикни ты ещё громче, чтобы она поняла, что это синие. Но она же сказала, червоны, небеские. Ну скажи, небеские. Понимаете, вот это незнание языка, а потом удивляется, почему такая агрессия, почему такая какая-то вот неуважение. В принципе, логично. И я ещё такой вот момент заметила, вот ещё, знаете, такая вот ненависть вот немножко нарастает в плане того, что, как они говорят, тратим их деньги. Есть люди, которые приехали сюда в одних трусах, грубо говоря, да, и они получают помощь от государства. Я думаю, что если предложить этим людям отдать эти деньги, которые государство им дало, взамен на то, что они завтра могут вернуться в свой тёплый дом, в свою хорошую квартиру, на свою землю, я думаю, они бы сделали это на тысячу процентов. И как бы там ни было, всё равно нужно отстаивать себя. Где бы вы ни были, сейчас и в Украине жизнь и сахар, и в Польше, да, в любой абсолютно стране. Есть те, кто выживает, приехал, есть те, кто приехал, потому что им скучно, и у них наконец-то появилась возможность выехать за границу, при этом не нужно делать какие-то визы, я говорю про США, Канаду. Но есть проблема, как я считаю. И с каждым днём, чем дольше эта война продолжается, тем больше нарастают какие-то конфликты. В любом случае, что бы ни происходило, в какой стране бы вы не были, отстаивайте себя и свои права. Прежде всего, вы, человек, имеете право на счастье, на свою личную жизнь. И пусть никто вам не указывает, где вам быть, как вам жить, за какие деньги вам жить, сколько вам тратить, на каких машинах ездить. Хочется сказать одну фразу, это насрать. Живите в своё удовольствие, потому что, в принципе, в нынешние времена неизвестно, когда эта жизнь закончится. Я искренне вас люблю, обнимаю, целую. Берегите себя.